Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо за то, что согласились в это позднее время с нами побеседовать, потому что вопросов много и довольно интересные события происходят в России. Ну вот, чего хотел бы я начать. На прошлой неделе Александр Лукашенко побывал в Москве уже в очередной раз, и они подписали документы об интеграции, там 28, по-моему, каких-то бумаг, 28 документов. Многие задаются вопросом, что это было? Как вы думаете? Да там нечего думать. Это так называемые дорожные карты, но они не значат особо ничего с точки зрения каких-то реальных интеграционных процессов. Потому что интеграционный процесс – это объединение законодательства, это объединение валютной системы, ну и объединение, скажем так, по языковой части. А все остальное – это, ну, ни о чем, скажем честно. Потому что, если мы говорим, ну, такая хорошая предвыборная, частично хороший предвыборный пиар, почему частично, потому что особо никого это не впечатлило. Так что ничего экстраординарного. То есть вы считаете, в ближайшее время Беларусь не будет поглощена Россией, не станет частью, ну, союзного государства? В Беларуси поглощена Россией уже раза три. Экономика Беларуси принадлежит России как минимум последние уже десятилетия. В общей сложности суммарно по балансу где-то раза три. Поэтому говорить о поглощении достаточно бессмысленно, когда уже давно все переварено. Поэтому, если мы говорим о реальном каком-то взаимопроникновении, вернее, взаимопроникновении поглощения, о котором я сказал выше, то вот этого ни в дорожных, так называемых дорожных картах, ни во всем остальном даже близко нет и не будет. Потому что, в общем, с точки зрения, если говорить языком покупки какого-то актива, то Беларусь не может ничего, и Лукашенко не может ничего Владимиру Путину предложить очень и очень давно. И это абсолютно нормально, что, в общем, Путин ничего не покупает у белорусов. Дмитрий, давайте мы перейдем в Россию и начнем о том действии политическом. Я, например, не знаю, вы сами назовете то, что сейчас в России происходит к 19 сентября. Назовите сами, как вы это видите. И самое интересное, вы были кандидатом от партии Шевченко и были, как я понимаю, реально проходили в Думу, в округе, где избирается еще один очень интересный господин. Его можно назвать либо Скобеев, либо Попов. Но избирком сыграл на стороне власти. Можете рассказать в общем, что произошло и как вот они так работают креативно? Ну, первое, значит, я выдвигался от партии Свободы и Справедливости. Соответственно, я выдвигался по федеральному списку и по округу. Сегодня, недалее как в полвосьмого вечера, была последняя апелляция, которую я на решение Московского городского суда. До этого я апеллировал, соответственно, Верховному суду. В общей сложности я для них такая трудная мишень. Меня снимали почти три недели, потому что очень сегодня торопились. Само заседание было назначено до смешного за два часа до окончания конкретного срока, когда по закону можно снять кандидата. То, что я отжирал, соответственно, у Евгения Попова проценты, это абсолютно так. Я еще даже не начинал избирательную кампанию, как, в общем, вышел на третье, там порядок, что-то в третье-четвертое место. И причем от того, что мои коллеги, ребята молодые, они дрались между собой с точки зрения генотипа или маркетингового, соответственно, предложения на политическом поле, то по генотипу я отбирал у Попова. Поэтому была включена машинка, а давайте у нее чего-нибудь найдем. И, ну, для, не знаю, наших зарубежных коллег, в общем, это достаточно будет нелюбопытно. Но в России можно снять за то, что ты обладаешь так называемыми иностранными финансовыми активами. У нас под иностранными финансовыми активами, в моем случае, была признана компания Яндекс, ну, и там еще ряд компаний. Вот, закон этот, поскольку как раз аудитория, которая нас слушает, может вспомнить 88-ю статью Уголовного кодекса, так называемую бабочку, которую я помню очень хорошо. По ней даже расстреливали в свое время. Так вот, если мы говорим о том законе, который сейчас, о так называемом запрете владеть иностранными финансовыми активами и ряда должностных лиц, он списан с 88-й статьи УК РСФСР. И если его внимательно почитать, то люди старшего поколения похолодеют. Потому что, в общем, при вольном трактовании это прямо как раз та самая статья. Была применена, в общем, никаких доказательств, кроме табличек Excel, представлено не было. И не то, чтобы избирком сработал. На самом деле, если мы говорим именно конкретно про мой кейс, то это такая ошибка исполнителя. Потому что, так называемые иностранные финансовые активы были найдены. Изначально был список порядка 700 человек. В мое дело периодически административный эстет, то бишь ЦИК, всовывал данные более чем 30 человек. Ну, вот, например, у нас есть Мария Бутина. Это девочка, которая была в Соединенных Штатах, отсидела и имела прямое финансирование из физического лица и, соответственно, юридического лица. Она снята не была, потому что она шла от партии власти. Поэтому вот такой механизм, ну, выводы из этого весьма прозаичны. Самый основной вывод, это, конечно, что никакой, упаси Господь, коррупции ничего в России не угрожает. Потому что уровень баз данных, которые и ответов, и запросов, и, соответственно, получения информации, которые я увидел в рамках так называемого моего дела, он запредельно низок. Поэтому очень хороший кейс с точки зрения того, как абсолютно бездарно работает машина. Просто обычные дуболомы, которые искренне считают. А плюс ко всему еще Эла Александровна Панфилова, она, поскольку не знает, что такое эффект Стрейзент, она сделала мне отличный пиар. Рассказала все, правда, при этом все время рассказывала, что это я решил словить хайп, только я не очень понимаю, зачем она об этом рассказывала всем, то есть на федеральных каналах. Если бы она не рассказывала, никто бы на федеральных каналах и не знала, что речь идет про акции Яндекса. Правда, она, получив по шапке, причем очень конкретно получила по шапке, потому что там были еще упомянуты акции Сбера, то ей уже, ну там, ее коллегам было объяснено, что вы, поднимая такой шум, в общем-то, обваливаете инвестиционные программы крупнейших российских компаний. Так что очень забавный такой кейс, интеллектуальный достаточно. Я получил от него искреннее удовольствие с точки зрения понимания того, что не знает то, что мы ошибочно называем государством. Не радуются, что мне не удалось и моей команде отработать профессионально на выборах, но да, мы действительно могли сделать Женю Попову. Дмитрий, а есть ли шансы у маленьких партий, ну как будем так говорить, у новых партий, не буду говорить маленьких партий, у новых партий пройти в государственную дубу? Реальный шанс? Ну, сейчас по той социологии, которую я вижу, ну и я там смотрю больше ФСОшные отчеты, они там с определенной толикой, конечно, и с толикой поправок тоже на них надо смотреть. Значит, я оцениваю, что приблизительно у двух партий небольших, это скорее всего будет партия пенсионеров и, может быть, будут новые люди, хотя я очень скептически к этому отношусь. Есть шансы оказаться в Государственной Думе, ну, по крайней мере, закинуть туда своего человечка. То есть у пенсионеров, голосуя за будущее, есть шанс пройти в Думу? У партии пенсионеров, да. Потому что электорат, здесь же крайне важно не у того, даже разговор не про электорат, а вопрос о том, что власть сушит явку. Поскольку явка будет, в общем, катастрофически мала, по разным оценкам она будет, ну, приблизительно, как когда голосовали за Алексея Навального на московских выборах, то есть в районе 34-36%, при самой, при низкой явке крайне важно приводить ядерный электорат. Поскольку ядро умеет это делать, кстати, сейчас оно делает это хуже существенно, сразу могу сказать. А маленькие партии, в общем, на мой взгляд, ну, по большей части провели избирательные кампании не ахтикай, как. Ну, например, моя, там, условно, смерть условного Потапенко, Тушка, и пиар, соответственно, которым не обеспечил ЦИК, там, со всеми своими административными ресурсами. Например, узнаваемость нашей, той же партии Свобода и Справедливость, то есть я был в топах Яндекса, извините за тавтологию. Поэтому власть сама создает те или иные, в общем-то, как-то возможности, не понимая, в общем-то, ни как работает медийное пространство, ни как работают их собственные законы. Собственно говоря, почему они сегодня торопились, потому что они вчера осознали, что по странному истечению обстоятельств, снимая, да не снимая, они достучатся до того, что я останусь в списке по округу. Дмитрий, на проходящих дебатах на федеральных каналах самый громкий и самый яркий голос – это голос лидера вашей партии Максима Шевченко. Такой вопрос. Максим Шевченко – известный журналист и когда-то, несколько лет назад, достаточно был лояльным действующей власти. А что случилось и какие вообще его перспективы, может быть, он может попасть в Думу? Ну, у нас сейчас по партии 5.93, пока что по рейтингу, поэтому шанс таковой есть, все будет очень сильно зависеть от того, как разыграет партия власти. Потому что пока выигрывают зачастую малые партии именно не за счет того, что они сильно играют или делают сильные ходы, а выиграют за счет того, что партия власти играет плохо. Максим, насколько я его знаю, играет сейчас очень хорошую, правильную политическую роль, действительно лидера движения. Потому что у нас не совсем партия, мы это называем все-таки объединение. Именно как раз задача-то и не создавать вертикально интегрированную структуру по образу и подобию так называемых партий. То есть сама логика, она такая близка к анархизму. Именно поэтому представлены очень разные виды людей изначально, которые были. И если говорить о том, что поменялось, да все давным-давно поменялось. Россия такая страна, в которой каждые 4 месяца может поменяться все кардинально. Можно ли быть лояльным так называемой власти? Тут очень надо понимать, что подразумевать под властью. Потому что не существует никакого мифологического, мифологической власти не существует. Это огромный клубок очень сильно противоречивых менеджеров. Кто-то их называет башнями Кремля. Поэтому рассуждать о власти как о неком условном мифическом Путине или там еще о мифическом Володине. Ну, то есть вообще не разбираться в предмете вопроса. Потому что сегодняшняя ситуация, которая сложится в Государственной Думе, это ядро против ядра внутри ядра. Это очень интересное хитросплетение. Знаете, Игра престолов по сравнению с нашей политической жизнью, это просто дешевый, что называется, бродвейский сериал. Дмитрий, а то, что на российских выборах будут фальсификации, в этом, по-моему, не сомневается никто. Больше, меньше, об этом практически все говорят. А можно ли спрогнозировать, какой процент фальсификации будет? Я думаю, что процент этот будет, но он будет и всегда был, есть и останется. Он будет не особо значительно, потому что в этом нет особой необходимости. То, как работает партия власти, вообще условный Кремль, он работает, как я уже сказал, не двумя вещами. Это с ушкой явкой, объясняя так называемой оппозиции и так называемой интеллигенции, что все уже предрешено, да не за кого голосовать. По сути дела, приводя к тому, что большая часть интеллигенции сидит дома и никуда не дергается. А приводя на избирательные участки тот самый ядерный электорат, который голосует за себя. То есть процент голосования и процент фальсификации, он всегда присутствует, но я его оцениваю в районе 3-5. То есть в ряде регионов, конечно, для ряда депутатов или кандидатов это может быть каким-то таким проблемой. Но если брать в целом, я в кавычки, конечно, это поставлю слово, так совсем за кавычки, что власть почти выигрывает честно. Ну, если, конечно, под честностью подразумевать, что она не вбрасывает все 100%. Потому что она это использует административным ресурсом, использует, соответственно, недопуском к информационным ресурсам. То есть у нее есть иные механизмы, ну, сейчас вот электронное голосование, то есть власть административкой дотягивает существенно больше, чем дотягивает реальными фальсификациями. Поэтому все по-другому немножко. А можно ли вообще сказать, что условно голосующий россиянин и российское общество устало от этой власти? И даже не то, чтобы устало, а существует такая апатия к тому, что происходит? Ну, власти к этому прикладывают массу усилий. Собственно, если вспомнить фильмы Великого Роу, то фраза, соответственно, что воля, что не воля, все одно, все равно, она присутствует. И власть делает все правильно. С точки зрения технологии она делает все правильно. С точки зрения страны неправильно. А с точки зрения сохранения собственного кресла все более-менее без особых ошибок. Дмитрий, многие считают, что Государственная Дума это такое отделение администрации президента. А вообще какой смысл менять, иметь другую Думу, если она все равно выполняет указания из администрации президента? И, ну, хорошо, прошли бы вы туда один-два человека, а что в сущности бы изменилось? Вы знаете, считать, что Дума является филиалом администрации президента, это не понимает совсем ничего. Значит, эти выборы, я поэтому и сказал, что это просто полное незнание, ни процессов, ни о чем идет речь. Ну, то есть, это такое... Значит, Государственная Дума и администрация президента это две разные сферы влияния. Значит, Государственная Дума это сфера влияния Вячеслава Володина и очень слабое влияние другого, как говорится, царедворца, а именно, соответственно, Сергея Владиленовича Кириенко, которому и принадлежит все так называемое пространство внутренней политики. И эти выборы как раз отличаются тем, что как раз господин Кириенко его очень сильно не устраивает, что Дума, по сути дела, подмята под Володина, который установил там свои порядки. И соотношение, условно говоря, Володинских против Кириенковских там, по моим оценкам, 75 на 25. Администрация президента же при этом является ровно обратным, противоположным, соответственно, кланом, в котором соотношение Володинских против Кириенковских приблизительно 9 к 1, то бишь 9 Кириенковских, 1 Володинский. И как раз вот это противостояние приводит к тому, что я не был ни красного словца, а для сказал, что в Государственной Думе сейчас как раз существенно интереснее даже не такие оппозиционные кандидаты, условно-оппозиционные кандидаты в виде условных Потапинок или еще кого-то, а куда интереснее те технические кандидаты, которых набрала партия власти. Эта Государственная Дума будет прообразом таким же, как Мосгордума, которую перед выборами ожидалось, что она будет 38 на 7, где будет 38 единороссов и 7 остальных распределенных бюджетных партий, но благодаря бездарным абсолютно действиям управления внутренней политики сейчас, по сути дела, это соотношение где-то 20 на 25, то бишь баланс смещен. Более того, люди, которые пришли от так называемых, ну, самодвиженцев, которые были поддержаны единороссами, единороссами не являются. Поэтому это первая часть Морлезонского балета. Вторая часть Морлезонского балета это прохождение мифологического Потапинка. Да, что бы это поменяло? Это не поменяло бы, упаси Господь, никакой расклад. Даже партия КПРФ, которая является условно-оппозиционной, при наличии конституционного большинства, ни при каких обстоятельствах не может не принять тот или иной законопроект, который будет насильно спущен, например, той же администрации президента в Единую Россию. Это инструмент. И, соответственно, Государственная Дума это инструментарий. Задача таких парней вроде Потапинка, я сейчас не про себя, упаси Господь, говорю, а подобного рода генотипов, это выстраивать иную систему взаимоотношений с тем, что мы называем избирателем. Поэтому иллюзия, что кто-то принесет на блюдечки систему выборов и скажет, Дмитрий Валерьевич, пойдите править вот там, вот вы знаете, мы поточили карандашики, в общем-то, кресло нагретое, и пожалуйста, идите царствовать. Так вот, просрав более 30 лет назад само право на выбор, нам придется потратить как минимум еще лет 30-60 минимально, каждый день делая какие-то усилия, чтобы вернуть себе это фундаментальное право выбора. По-другому, к сожалению, не делается никак. Дмитрий, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, через пару минут вернемся и продолжим очень интересную беседу. Спасибо, не отключайтесь. Мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции «Народная волна Чикаго», ведущие Эдуард Грумер и Геннадий Грумер. Мы продолжаем беседу с российским бизнесменом и политиком Дмитрием Потапенко. Дмитрий, вы с нами? Да, конечно. Дмитрий, продолжая тему выборов в Государственную Думу, ходят слухи, я так это назову, ходят слухи, что в Государственную Думу могут перейти и министр иностранных дел Лавров, и министр обороны Шойгу, Ваше мнение о этих людях, есть ли такой вариант, что вы думаете об этом, и сохранит ли свое место Володин? Вячеслав Володин. Ну, понятно. Володин, по крайней мере, пока сохранит свое место, потому что здесь крайне важно, опять-таки говорю, как отыграет последнюю неделю партия власти. И вот в этом противостоянии насколько удастся удержать даже не столько конституционное большинство, а провести ядросов через другие три бюджетные партии. Это первое. Для министров, то есть, уровень... Для этого есть сенатор. Поэтому и то, это тоже не место ни Шойгу, ни Лаврова, а уж Шойгу даже близко туда... Это лицо... Это там, если уж не правая, так точно левая рука Владимира Владимировича. Куда же вы его прямо засовываете в какую-то помойку? Дмитрий, давайте поговорим о... Сегодня день рождения у вашего тезки Дмитрия Медведева. И 56 лет ему. Это третий. Называют его третьим президентом России. Я специально сделал акцент на том, что называют. А могли бы несколько слов сказать об этом политике и человеке? Ну, все-таки сегодня день рождения. Ну, да. Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. Давайте посмотрим, собственно говоря, кто привел Владимира Путина к власти. Если мы посмотрим первые видео, то вы увидите, что там Анатолий Чубайс, соответственно, Дмитрий Анатольевич Медведев, это, по сути дела, на тот момент политтехнологи, которые привели... А Владимир Путин на тот момент ходил в обычном свитере. Это политтехнологи, которые привели его к власти. Поэтому Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку у Владимира Путина есть одна очень сильная, правда, черта, которая называется «Своих не бросаем». Это такая пацанская черта. Вот он ее, собственно говоря, исполняет. И Дмитрий Анатольевич Медведев остается в обойме. Он, конечно, не могу сказать, что он в первой обойме. Причина того, что как раз для него очень плохой услугой оказалась поход в президентство. Потому что Владимир Путин подсознательно не терпит никакой конкуренции, а увидев, что Дмитрий Анатольевич Медведев, что должность президента на самом деле – это должность с большим объемом полномочий, он, соответственно, больше рокировочкой не стал развлекаться, что, в общем-то, правильно. И теперь он, в общем, как идет, как любой другой авторитарный правитель до смертного адра. Поэтому есть ли потенциал у Дмитрия Анатольевича Медведева? Ну, в существующей системе координат ни у кого нет никакого потенциала. И задача сейчас, я могу сказать, что Алексей Анатольевич Навальный, извините, Алексей Анатольевич Навальный сослужил, например, плохую службу Сергею Семеновичу Собянину, когда сказал, что вторым претендентом на место Путина может быть Собянин. Сейчас я считаю, что, сидя в СИЗО, Алексей Анатольевич может легко топить российских чиновников. Назовет какого-нибудь человека преемником или включит его в умное голосование. И керды к этому чиновнику. Очень такой хороший отрицательный отбор. Дмитрий Михаил Мишустин, как, будем так говорить, человек, как чиновник, как премьер-министр, есть ли у него шансы после выборов усидеть в кресле? И насколько может поменяться правительство, либо не может? В этом нет необходимости, потому что с точки зрения технического правительства, ну, справляется со своим функционалом. Оно принимает на себя весь негатив, который нужно принять. Оно очень правильно обеспечивает феодальную систему распределения ресурсами, пока оно не допускает фатальных ошибок с точки зрения соблюдения принципа всем сестрам по серьгам. Аккуратненько опускает российское население до положения рис. В этой части, с точки зрения, как-то, зачем их менять, если они и так неплохо работают. Поэтому нет, в этой части выборы здесь вообще к этому государству. Где-то Государственная дума и где правительство. А по поводу того, что я спрашивал Михаила Мишустина, как бы вы его оценили как политика и человека? Ну, технический кандидат, технический исполнитель, технократ, который будет работать ровно в тех ограничениях, которые ему дадены. Мы, подчеркиваю, пренебречь вальсируем. Здесь предмет обсуждения отсутствует как класс. У нас несколько политиков в другом строится. Но точно не в претензиях на первое кресло. Каждый, кто попытается даже хотя бы совершить мысли преступления в эту сторону, будет, в общем-то, не изничтожен. Дмитрий, как вы считаете, что сейчас будет с Северным потоком-2? То есть, он достроен, звучат бравурные марши на российских каналах. А что в результате следующий шаг? Что будет? Ну, Северный поток-то достроен благодаря тому, что есть противостояние Америки и Китая. И поэтому, в общем, в данном случае выгода приобретателям России оказалась благодаря поведению Джо Байдена. Потому что Джо Байдену противостояние в экономическом противостоянии с Китаем нужно заручиться поддержкой условного ЕС. И для этого, в общем-то, использован как раз отсутствие санкций по отношению к Северному потоку. Для России Северный поток с точки зрения, ну, я имею в виду страны, это ни тепло, ни холодно. Потому что эта задача была наказать Украину. Но ключевым вопросом является по прокачке. Увеличится ли прокачка газа через две ветки, одна из которых ведет через, соответственно, Украину. А вторая, которая ведет через, условно говоря, напрямую. Назовем ее так. Так, прокачка вряд ли увеличится. Это в первых строках. Но при этом неплохо из бюджета, соответственно, от вассалов и от челяди получил люди, которые близки к Аркадию Рутенбергу. Поэтому с точки зрения вот этой экономики все сделано великолепно. Насчет бравурности наших политических, как говорится, проституток, это их работа, в общем-то. Они тоже неплохо на этом заработали. Поэтому, в общем, все в прибыли, кроме государства российского и их жителей. Ну, это уже, как говорится, в феодальном государстве пренебречь вальсируем. А, Дмитрий, как бы в продолжении предыдущего вопроса, а не стоит ли вам вернуться на федеральные каналы и как бы поговорить... Другую точку зрения описать. Да, другую точку зрения высказать. Когда-то вы пробовали, но поняли, что как-то все не так идет. Не стоит. Да, я понял. Но у вас какая-то очень большая степень иллюзий. Вернуться на федеральные каналы. Прямо такая... Прямо... Это такое все равно, что сказать, что... Дмитрий, а не думали вы выдвигаться в каком-нибудь другом округе? Это у вас прям какое-то очень странное впечатление. Прямо так все на федеральных каналах сидят и ждут. Думают, когда же, Дмитрий Валерьевич, Потапенко тут нарисуется. Ну, американцы наивные. Мы наивные люди, поэтому и вопросы у меня такие. Ну, я понимаю, что такой вопрос с подвывертом. Но, тем не менее, я могу сказать, что на федеральные каналы ходят те, кому положено ходить. У кого на нога. А Дмитрий Потапенко это не у того, у кого на нога. Если говорить об экономике России. Дмитрий... Вот и выпала голову из... А Дмитрий Быков, писатель Дмитрий Быков, сказал, что социального взрыва в России быть не может, потому что не может быть никогда. То есть, я, может быть, немножко неправильно его декларирую, но это именно то, о чем он говорит. Как вы думаете, при той экономике, которая сегодня существует, может ли быть социальный взрыв? Нет. Нет. Социальные взрывы осуществляются и революции, как таковые, осуществляются там, где, а, много молодняка и много голодного. Если посмотреть демографическую пирамиду Российской Федерации, у нас население России дохнет и стареет. У нас в этом году будет, естественно, неестественная убыль колебаться от, ну, по моим расчетам, от 900 до 1,5 миллиона человек. По расчетам Всемирного банка к 35-му году у нас останется от района 132 до 134 миллионов. Причем структура населения такова, что она в основном, скажем так, пенсионерская. Но поскольку наша аудитория зарубежная уже, наверное, подзабыла российские реалии, то у нас пенсионер – это не человек, создающий экономику путешествиями, по какими-то покупками, а это, по сути дела, выбракованный материал, то благодаря этому, соответственно, у нас есть еще и структурная безработица. Поэтому нет, в России никакого социального взрыва нет, не было и не будет. Я с Димой согласен, благо мы с Димой очень долгое время соседствовали на эхо. Я был у нее типа на разогреве, у меня программа начиналась с 23, заканчивалась в 0, а он уже после с 0 до 2 работал. Но сейчас, сколько я понимаю, после рождения дитя ему это тоже неудобно. Мне это неудобно было вдвойне. Дмитрий, еще раз хотелось бы пару вопросов по экономике. В связи с тем, что нефтяные цены выросли и колеблются сегодня в районе 72 долларов, плюс цена на газ просто неимоверно бьет все рекорды, где-то тоже 720, по-моему, долларов за кубометры. А как вообще сейчас выглядит российская экономика в общем? Вот ваш диагноз, как экономика стоит? Ну, российская экономика вообще всегда выглядит неплохо. Российская экономика за счет того, что она сидит очень жестко на сырье, и в ней очень мало народу, которым нужно раздавать деньги, а тот народ, которому нужно раздавать деньги, в общем, не робще, то если исходить из вот этого посыла, баланса спроса и предложений, то в российской экономике вообще все великолепно. Небольшая комарилья, которая, в общем-то, приватизировала все возможные ресурсы, распределяет и подменяет отличной пропагандой мозги из различных семы в кольце врагов, псевдопатриотизмом. Великолепно, это дешевле, чем людям выплачивать деньги. А народ это устраивает. Так что... Дмитрий, на прошлой неделе произошло экстраординарное событие, связанное с гибелью Евгения Зиничева, министра по чрезвычайной ситуации. Сразу началось много о конспирологии, почему, как и что. На ваш взгляд, что произошло, ну, будем так говорить, точно не знает, наверное, никто, кроме Владимира Путина. И все-таки это безлаберность или за этим что-то стоит? Ну, не надо искать черную кошку в комнате, особенно, где ее нет. По той информации, которая поступает, они поехали в неположенное место, то бишь на водопад, и, соответственно, по, опять-таки, непроверенной информации, Евгений Зиничев сорвался, а оператор, который его снимал, попытался его спасти и так же сорвался. На этом как бы все закончилось. То есть поменьше конспирологии, и все, как говорится, обычные ошибки, традиционные. Хотели фартово пофотографироваться, сделать красивые кадры, снять, а не получилось. Поэтому пришлось придумать героическую историю. Дмитрий, я вам сейчас назову, например, то, как отсюда смотрится Россия, а вы скажете, правда это или нет. Есть три России. Есть Москва, есть регионы, и есть Дальний Восток и Сибирь. Насколько я прав или не прав? Ну, в таком разделении я вообще не рассматривал. Дело в том, что и в России существует, если мы говорим чисто географически, есть государство в Москве, есть государство в Санкт-Петербурге, есть доуральские регионы, есть позауральские регионы. При этом у нас есть сверхконцентрация в так называемых городских агломерациях. При самой большой длине сухопутных, порядка там 6 тысяч километров, у нас есть 15 миллионников, порядка 15 полумиллионников, то есть мы сконцентрированы, ну там от силы в 35-37 крупных каких-то, условно крупных агломерациях. Почему условно крупных? Потому что Москва с Московской областью составляет, и Питер, это практически четверть населения, потому что Москва и Московская область порядка там 18-22 миллионов, и Питер, ну в Санкт-Петербурге с пригородами, там почти под десятку. Поэтому такое разделение, оно куда более прагматично, но при этом опять-таки это ну очень упрощенный взгляд, потому что опять-таки Ленобласть, Питер, Рознь, там московские областные сателлиты, там мытищи, Одинцову, Рознь. Ну, если все-таки рассматривать реально хоть сколь-нибудь детализированную картину, ну хотя бы, так скажем, если не до пикселей, то хотя бы в первом приближении, то надо более дробно рассматривать эту историю. Дмитрий, если говорить о Курилах, японцы все никак на попятную не идут, и, как говорится, договориться с ними не получается, как это видится. Как вы думаете, в ближайшем будущем сможет ли Япония получить те острова, на которые она претендует, и как у России с Японией могут обходиться вот эти экономические, будем так говорить, экономические работы на этих островах? Может ли там происходить? Шансов на получение Японии островов, собственно говоря, как и отчуждение Крыма, он нулевой, я бы сказал, отрицательный. При этом работа с Японией на островах абсолютно возможно. Другое дело, кому она там выгодна. Тут крайне важно все-таки разделять вот эти аспекты. Японцам за счет как раз вот этой травмы островов они периодически делают какие-то предложения, хотя, на мой взгляд, я на их месте все-таки вел несколько иную политику. Другое дело, что нам, Японии, нечего предложить. Ну, то есть, с точки зрения экономики. Какие взаимодействия, какие интересы мы можем им предложить разрабатывать рыбные ресурсы. Ну, в общем, они и так это делают полупиратским способом, что, в общем-то, правильно в их позиции. Разрабатывать какие-то территориальные, другие там, экономику, развивать с точки зрения промышленности. В этом нет никакой необходимости, потому что у нас нету ни рынка сбыта с точки зрения там, как раз, ни с точки зрения рынка, наоборот, полезных ископаемых, которые легко добываемых. Потому что все, что есть на территории Российской Федерации, это полезные ископаемые, в общем, такого, ну, сложно добываемого толка. Дмитрий, какое вы видите взаимоотношение России и США в связи с новой администрацией, с администрацией Байдена? И будет ли вообще какое-то развитие между двумя странами? Никакое, абсолютно. Дело в том, что я считаю, что Джо Байден и его администрация будет заниматься исключительно внутренними вопросами. Тема русских хакеров или вообще русского вмешательства нормальная абсолютно тема. Мы сейчас даже бессмысленно обсуждать, имеется ли она в реальности или это только маркетинговый ход, потому что на самом деле это хорошо и поднимает рейтинг, и хорошо можно позволить с точки зрения политического маркетинга отстроиться от предыдущей администрации и хорошо с точки зрения в том числе и бюджетов, которые можно выделить на ту или иную какую-то программу. У Джо Байдена и, соответственно, у американской администрации нет никакой необходимости договариваться с Россией. Они все делают соответственно на других территориях. Их интересует куда больше Китай. А для работы с Китаем Россия в данном случае не нужна. Куда более мощный союзник это Евросоюз, о котором мы говорили чуть выше, которому дан очень хорошая кость в виде разрешения на так называемый Северный поток-2. Дмитрий, если очень примитивно говорить об экономике, это всегда спрос и предложение. Это я говорю, что если очень примитивно. И у Советского Союза в принципе было что предложить миру в плане производства. На ваш взгляд, есть ли сегодня что-то, что Россия может в плане производства предложить миру? Ну и при Советском Союзе особо не было чего предложить, потому что как директор завода, например, МСДСП, это завод производства древесно-струшечных плитодеталей, и человек, через руки которого проходило там 4 завода, а сейчас проходят энергетические активы России, я могу сказать, что на заводах в основном применялось оборудование марки Круп, большая часть автомобильной промышленности поднималась американскими инженерами при советской власти, и это видно в том числе и в логике автомобилестроения, поэтому, к сожалению, и СССР, и ее последовательность у России, она не встроилась в международное разделение труда. Если Китай в 90-х сделал очень важный вывод, по сути дела его экономика поднялась на двух тезисах «все воруй или все копируй и все на экспорт», то Россия вне зависимости от того, при каком она была президенте, при Ельцине, соответственно, Путине, Медведеве Путине, она по-прежнему осталась сырьевой колонией, потому что она по-прежнему поставляет на внешний рынок продукции низких переделов, а для того, чтобы делать продукции высоких переделов, для этого нужна кооперация в том числе и с технологиями Соединенных Штатов, потому что, например, добывать те углеводороды, которые у нас сейчас есть, они более сложные, то есть они с точки зрения добычи, и делать из них продукцию высоких переделов, это надо взаимодействовать с Европейским уже союзом, причем очень плотно. И здесь, вот в этой кооперации есть как раз большая-большая проблема, потому что здесь руководство ни при каких обстоятельствах не должно с точки зрения опять-таки теории великого зла, не должно взаимодействовать ни со Штатами, ни с Европой, потому что для собственного прокорма у них ресурсов достаточно, а с этим как его народом, они, в общем-то, разбираются совершенно другими методами, которые не связаны с экономикой, и они, попросту говоря, это делают административно-командными и ОМОНовскими дубинками. Дмитрий, у нас заканчивается передача, представим, что вас назначили премьер-министром, что в принципе возможно, почему нет, ваших три главных решения, первых три главных решения. Ну, премьер-министром не назначают, почему я говорю, это то же самое, что представить, что я стану президентом, если я стану президентом, то президента выбирают массы, то есть президент это решение какой-то массы людей, как бы господин Путин, это, соответственно, решение определенной массы круга какого-то кооператива озера, о котором мы говорим. Если мы говорим о какой-то все-таки победе сферического коня в вакууме или при лете инопланетян с планеты Нибиру, который вдруг ни с того ни с сего имплантирован и потапен в премьерское кресло, то основной задачей для процветания России это сокращение количества министерств и ведомств, потому что количество регуляторных документов, которые есть на сегодняшний день в Российской Федерации, оно зашкаливает миллионов. Самый примитивный пример для открытия заведения общепита или ритейла, нужно пройти 34 контролирующих органов, соблюсти порядка 600 законодательных актов, причем большая часть из этих актов осознанно противоречит друг другу, чтобы вы всегда были уголовником, поэтому задача будет, если уж опять-таки планета Нибиру выберет Потапенко на место премьер-министра, это отменять, а не создавать некую мифологическую какую-то структуру. Дмитрий, у нас буквально минута, мы начали наш разговор с Белоруссией, и я хотел бы, чтобы мы в принципе и закончили нашу беседу с Белоруссией. На ваш взгляд, Александр Лукашенко, как долго сможет шантажировать Россию и находиться в кресле так называемого президента Белоруссии? Ну, он не столько шантажирует, это привычка Владимира Путина к старым туфлям, поэтому пока жив Владимир Владимирович, господин Лукашенко будет у власти, потому что с точки зрения как раз прагматика политика, я бы на его месте, поскольку я вхожу в российско-белорусский диалог с младыми реформаторами белорусскими, если бы я был на месте Владимира Путина, я бы Тихановскую поставил президентом, и я бы из этих мальчиков выкрутил бы все, что я хотел бы, даже чего бы я не хотел бы. А с Лукашенко с такой финт ушами не пройдет, он все-таки дядька пожестче, и поэтому это такие привычные домашние тапки, эти тапки будут служить ему до смерти. Дмитрий, большое спасибо за ваше интервью, мы желаем вам здоровья, бодрости, оптимизма, удачи ваших в политике, и хотелось бы, чтобы таких, как вы в России было побольше, все-таки надежда есть. Спасибо вам, всего хорошего, до свидания.